Коллеги, я надеюсь, все отдохнули за наш почти часовой перерыв. Мы продолжаем нашу программу. С нами сейчас готовится Высшая школа средового дизайна Мархи. Коллеги также расскажут про инновации в обучении дизайну. Сейчас пока готовится. Совсем скоро начнем. 3-5 минут. Подходите, собирайтесь, слушайте, получайте полезную информацию. Рада вас приветствовать. Я представляю дополнительное образование при Московском архитектурном институте, которое называется Высшая школа средового дизайна. И мы проводим переподготовку профессиональную, когда за 2,5 года можно получить второе образование профессиональное с правом деятельности дизайна архитектурной среды. Помимо таких услуг мы также предоставляем двухмесячные курсы как повышение квалификации. Либо если какой-то человек пожелал сделать свою квартиру, то тоже можно прийти 2 месяца под руководством профессионалов из Московского архитектурного института, сделать свой проект, дизайн-проект домашней своей квартиры. То же самое с загородным домом. То есть представляем всевозможные варианты по обустройству нашей окружающей жизни, чтобы жизнь ваша стала прекрасной. Вот. Значит, хотела показать... Сейчас разберусь только. Нет, нет. Вот. Значит, структурное подразделение Высшей школы средового дизайна. Сам архитектурный институт считается главным бузом в стране в сфере архитектуры. Он причислен к народным достояниям, так как Большой театр, например. Мы в одном ряду. Есть такой список из 300 заведений России, который причислен к культурному достоянию. Вот таким же культурным достоянием является архитектурный институт. Поэтому приглашаю вас туда зайти еще и посмотреть, как это все происходит. Значит, с 94-го года Мархи был аккредитован Королевским институтом британских архитекторов. Также аккредитован ЮНЕСКО. Там программа в Мархи. Ну так, это я просто что международным признанной. А то любят как бы об этом говорить. Значит, программа ВШСД, она делится на три основных таких блока. Первое – это основы графического языка. Когда люди знакомятся с тем, как свои мысли, которые рождаются в голове, они все гениальны, я в этом абсолютно не сомневаюсь, как их передать строителям. Ну вот мысль есть, а как строительным-то показать, чтобы они смогли все-таки это построить или рассказать еще кому-то. Для этого у нас вот существуют основы. Вот эти, которые в течение двух месяцев в сжатой краткой форме представляются. И по окончании двух месяцев люди вполне могут разговаривать языком архитектора и дизайнера. Там есть предметы основы рисунка, колористика и архитектурная графика. После этого базового модуля первого мы переходим к двум другим главным таким подразделениям. Первый из которых в течение первого года, там нескольких уровней, это жилая среда. То есть это, почему мы с нее начинаем, потому что это ближайшая тема, которая актуальна для каждого человека. У каждого есть своя квартира, ну, по крайней мере, какой-то угол там где-то. То есть понятие жилой среды для любого человека, оно, в общем, понятно, как сделать так, чтобы было удобно. По крайней мере, есть желание. Дальше уже мы рассказываем с профессиональной точки зрения, что такое эргономика, как колористически собрать интерьер, какие применять пластические решения, рассказываем о том, как можно создать индивидуальную мебель. Потому что вот купишь какой-нибудь стол, а он не лезет. У меня даже был такой замечательный случай, когда я после окончания архитектурного института, и тут началась перестройка, раньше я не могла диван купить никак. Очередь стоять, надо было ночью отмечаться. Раньше это была большая проблема. И вдруг случилась перестройка, можно было диван пойти выбрать. Продавались они в кинотеатре, соответственно, потолки приблизительно как здесь, размер еще больше. Я выбрала шикарный такой барочный диван, обивку заказала, там цвет дерева. Ну все супер, прям казалось, мечта сбылась. Но когда его принесли в мою маленькую квартирку, ну такую на окраине города, то его не смогли внести ко мне в комнату, потому что под прямым углом был поворот, и были встроенные шкафы. В общем, как я ни мечтала, пришлось его поставить в другую комнату. Поэтому, чтобы такое больше ни у кого не происходило, существует специальное образование, которое все рассказывает, как сделать так, чтобы та вещь, которая вам понравилась, была преобразована под ваши размеры, под то пространство, которое у вас есть. И, в общем, свою мечту, ну с какими-то изменениями, там тот же диван можно было сделать индивидуальным, разбирающимся, он бы прекрасно вошел в комнату, а потом бы его можно было собрать. То есть вот у нас существует вот этот предмет по мебели. Жилая среда предполагает не только, когда уже там в квартире нажился, хочется за городом пожить. Соответственно, у нас есть модуль, который как раз рассказывает, как создать гармоничный интерьер для загородного дома. То есть это уже предполагает несколько уровней, а не одноуровневый, там как квартира, ну или двухуровневые, они больше не бывают. Много уровней. О том, как сориентировать свои жилые пространства на прекрасные виды сада, которые уже существуют или планируются, да, по сторонам света, ну и так далее. И как вот сделать единое решение интерьера, чтобы с одной стороны для каждого члена семьи был свой уютный уголок, потому что понятие детское – это одно, родительского кабинета там у папы – это другое, гостиная, где принимаются гости, это третье. Вот как создать, чтобы с одной стороны для всех было комфортно, и в то же время и весь интерьер не распадался по частям, то вот приходите за два месяца, можно пройти модуль, собственно говоря, только вот загородного дома, также с благоустройством участка предполагает, вот на вот этом году с жилой. То есть можно прийти просто на два месяца, именно погрузиться в ту тему, которая вас интересует. И третий блок большой, который у нас также проходится, поскольку у нас все-таки архитектурный институт, и он готовит специалистов по градостроительству, по строительству общественных зданий и сооружений, поэтому, конечно, обойти такую тему, как дизайн для больших целевых аудиторий мы не могли. Поэтому на втором году обучения у нас есть модули, которые предполагают обучение тому, как создать гармоничную среду для общественных пространств. Это могут быть как интерьеры, так и павильоны отдельно стоящие, организации территории, и, собственно говоря, в конце у нас происходит дипломное проектирование. То есть все обучение разбито по тематикам. Ну вот «Жилая среда» здесь просто иллюстрация того, что это квартира, загородный дом и сад для людей. И вот хотелось бы показать на примерах дипломных работ, что у нас в итоге получается. Значит, это диплом 2018 года по квартире. Автор Наталья Бродская и руководитель Скворцова Юлия Всеволодовна. Решение в данном случае гостиной выдержано. С одной стороны оно такое сдержанное монохромное, с другой стороны в нем есть колористические акценты. Это тоже часть этого же дипломного проекта с обеденной зоной. Такой отличающийся по колориту, но в то же время все как бы едино и сдержанно. И входная зона. Тоже гостиная часть. Вот это другой проект. Также 2018 года. Банный комплекс в Крыму. Олеся Валуйская. Руководитель тоже Скворцова Юлия. Значит, когда у людей много денег, то они уже не только дом делают, но еще и банный комплекс отдельно стоящий. Здесь великолепное панорамное освещение, остекление с видом на море. Ну и, соответственно, желание было у клиентов, чтобы они могли с друзьями спокойно там отдохнуть. Им бы сделали массаж. По этому пространству все большие. Различные типы саун используются. Потому что есть они там с разным деревом, ароматами. Отделка стен, как бы традиционно для Крыма, подчеркивает каменистые почвы. Вот это уже следующий проект. Интерьер таунхауса. Новый Олимп. Тоже дипломная работа 2018 года. Руководитель Пяль, Густав Евгеньевич, Наталья Котлованова. Там идея такая, что застройщик придумал такую территорию, в которой бы люди жили за городом. Это недалеко от Куркина. Могли заниматься спортом на свежем воздухе. То есть, когда ты уже заработал много денег, ты имеешь возможность заниматься собой здоровым образом жизни. И вот для такой пары, это был реальный проект, делался как раз дизайн интерьеров. Соответственно, поскольку они такие заказчики спортивные, то весь стиль сделан в достаточно минималистическом решении, без лишних украшательств, хотя они тоже здесь есть, как без них скучно. Но вот почему мне хотелось этот проект показать, потому что, конечно, решение уже архитектурное изначально, которое было таунхаусов, оно очень интересно с точки зрения дизайна, потому что, например, окно в пол, оно, конечно, побуждает к творчеству необыкновенному, потому что это такое окно в мир, а не просто такая дырка, как в панельных домах, в которых приходится жить большинству москвичей. Это вот решение санузла, гостиной с мягкой мебелью, естественно, но вот такие чистые какие-то поверхности, некого минимализма. Камин, но без этого богатое жилье теперь не существует. Вот еще один очень интересный дипломный проект тоже этого года. Кристина Вавилина, руководитель Володин. Паладианские мотивы. Квартира тоже, да? Значит, девушка захотела сделать в классицистическом стиле, а для того, чтобы это освоить, конечно, здесь невозможно без погружения в понимание, что такое ордер, как он строится. Поэтому ей пришлось, ну, поскольку у нас диплом все-таки 4 месяца, ей пришлось погрузиться в эту тему, изучить книги и вот разработать ордерную систему, поскольку тут в квартире высокие потолки, там больше 3 метров, по-моему, 3,5, сейчас боюсь ошибиться. И вот такую виллу она сделала. Значит, спальня, поскольку она была достаточно маленькой, то вот было такое принятое декоративное решение, маленькое, такое вытянутое, по сокращению вот этого ощущения пенала. Ну, мне кажется, достаточно удачно это получилось за счет нанесения изображений на стены и потолок. Входная зона также решена в классицистическом стиле с контрастными выкрасами стен, что придает как бы сложность интерьеру. Это оно же. Вот решение спальни для молодежи. И вот обратите внимание, там слева между окнами такой столик. Это как раз элемент дизайна, который разработала наша дипломница в виде обрушенной старинной капители, на которую наложена стеклянная поверхность. То есть вот этот вот ход, что вы можете не обязательно ехать и покупать где-то в Италии предметы интерьера, а что можно, в общем, при творческом подходе все разработать и создать. Вот то, о чем я говорила. Это мы проходим на третьем модуле создания дизайнерского предмета интерьера. и рассказываем, как это можно все выполнить, что у нас тоже, в общем, импортозамещение работает, и наши мастера прекрасно справляются с реализацией таких проектов. Значит, когда мы переходим на второй год обучения, но некоторые к нам приходят, то мы приходим на общественную среду, которая подразумевает как интерьер, павильон и парк. Некоторые уже работающие дизайнеры, кто работает с квартирами, тоже вот сейчас одна слушательница пришла, которая говорит, я что-то устала с квартирами, с частными клиентами, мне хочется попробовать общественные. Она пришла как раз получать именно те знания, которые ей нужны. То есть вся система нашего образования, она построена таким образом, что вы можете разные модули посещать. Можно выбрать один модуль, потом сделать перерыв до двух лет, пройти следующий модуль. То есть это очень удобно для женщин, у которых дети или кто-то работает, потому что мало ли что у тебя случилось в обстоятельстве, или в командировку послали, или там дети заболели. Значит, просто надо сказать, что, знаете, я сейчас прерву занятия, даже если они уже начались предупредить администрацию, и можно продолжить тогда, когда у вас вновь появится такая возможность. А не так, что вот хоть ты что делай, все, такого-то числа образование, как бы модуль заканчивается, успел, не успел, твои проблемы. Вот такое я знаю, допустим, по онлайн обучению, знакомые мне рассказывали, что ну вот, ой, я набрала столько, я боюсь, не успею, мне надо столько там нарисовать до такого-то времени. Вот таких проблем с выпученными глазенками, как я это называю, у нас в образовании, как бы в нашей системе нет. Просто вы приходите и говорите, все, вот я, или звоните. Не могу, продолжу позже. Итак, когда мы переходим на общественное пространство, то мы понимаем, что в первую очередь это, конечно, фирменный стиль, помимо целевых аудиторий, на которых рассчитано то или иное, как бы интерьерное решение. И вот такой мой любимый, я поскольку пишу рецензии на дипломные работы, поэтому я в них так, в общем, погружаюсь, мне все очень нравится, я всегда все исследую, и могу даже что-то там подсказывать, но, как правило, все и так очень хорошо сделано. Значит, это прошлого года, 2017-го, дипломный проект Екатерины Добычиной, руководитель Скворцова Юлия Всеволодовна, переносные, передвижные модули Шанель. Екатерина какое-то время жила во Франции, и ее вот эта тема Шанель, ее творческого пути очень заинтересовала. Она изучила все от создания ритмов логотипа Шанель, откуда он взялся, колористического решения, почему такие, а не другие цвета, она для себя убирала. Это все связано с тем, что Шанель, будучи из бедной семьи, жила в монастыре. И вот эти витражи, которые были на окнах с элементами кругов, как раз вошли в логотип. Мы сейчас видим сверху выставочный павильон, который в плане изображает, собственно говоря, логотип Шанель. Два таких незавершенных круга, кольца разорванных. Вот эта идея, оказывается, идет из готических соборов, из переплетов окон. Соответственно, все цвета, которые использовала Шанель, основные, они тоже, возможно, как бы как часть тех же самых витражей, которые она наблюдала в своем детстве. И вот это изучение основ, творчество, самой основательницы этой фирмы во Франции, позволили Екатерине создать такие модульные конструкции. Вот в данном случае мы их видим две, которых может быть больше в зависимости от того, в какое пространство они помещаются. Они такие раздвижные. Там одна с лестницей, чтобы по ней проходили и показывали модели. Другой, там еще у нее была идея представления духов, шляпок, сумочек. То есть вот всего, что в данном случае, ну как бы все, что делает фирма Шанель. И она, вот это в городе, где родилась Шанель, там сейчас храмы они не используют, как наш, например. У них все, религии находятся в заброшенном состоянии. И в этом костеле вот она предложила разместить два модуля. Но это передвижная выставка, она может заполнять любые пространства. После этого дипломного проектирования Екатерина поехала и таки добилась, чтобы ей дали контакты как раз именно туда. И вот сейчас она находится на стадии переговоров. И возможно, это все будет ими реализовано. Также этот проект участвует вот Перспектива 2018 дизайнному конкурс всероссийский или международный, я боюсь ошибиться, конкурс молодых дизайнеров, который как раз итоги подведут в эти выходные. Вот 18 числа можно будет прийти, если в интернете посмотреть дизайн перспективы 2018, то вот там будет представлен этот проект. Вот этот модуль как бы в единичном варианте, как часть витража условное изображение. В 2018 году у нас защищалась Мария Полунина Скворцова, тоже Юлия Всеволодовна, павильон. То есть такая была тема в Скандинавии о том, что какой-то даже конкурс, по-моему, объявлялся, я его там до конца не помню, о том, что им нужны, ну, видимо, просыпаться им тяжело, из-за того, что у них облачность большая, что им нужны павильоны кофе. Такие мобильные, передвижные, которые могут собираться и перевозиться в другое место. И вот она взялась за разработку именно такого объекта в своем дипломном проектировании. В плане он представляет из себя, вот тут представлены три такие модуля, которые могут по-разному друг с другом состыковываться. Может использоваться только один, два, три, ну и так далее, больше. Значит, они в плане представляют из себя те самые узнаваемые зерна. То есть для того, чтобы уже точно никто не ошибился, что это кофейные павильоны. И внутри разработано остекление, потому что проблема в павильонах, в том, что там прохладно, когда опускается температура ближе к нулю, и в то же время они очень нагреваются, как парники в летнее время, на солнце особенно. Поэтому вот эта вот регулировка температуры внутри помещения важна. Поэтому вот она предложила, с левой стороны видно такие стеклянные перегородки, элементы, которые могут поворачиваться, сдвигаться, и, соответственно, этот павильон может быть абсолютно открыт, или наоборот быть закрыт, если вдруг какая-то непогода, ветер или температура там опускается. И в данном павильоне вы можете попробовать различные кофейные напитки. Я не сильна в кофе, в общем, разное. Кому интересно. Значит, диплом 2016 года ювелирный салон. То есть у нас работают в различных как бы стилистических решениях на дипломе. Значит, это Ирина Андрианова и тоже руководитель Скворцова. Вот это мой один тоже из любимых дипломных проектов. Потому что я на него тоже писала рецензию и рекомендовала, чтобы хорошо, если бы его воплотили в жизнь, реализовали. Это 2018 года детский ресторан в Энторге в Москве. То есть вот то, что у нас там около Красной площади, начало Калининского проспекта, Воздвиженка. Вот там Вэнторг, недавно открытый, относительно недавно после реставрации. И Виктория Яровая под руководством Скворцовой Юлии Севолодовны предложила достаточно интересное решение для определенной целевой аудитории. Это мамы, которые приходят с детьми различных возрастов в большой магазин. Соответственно, где-то им надо отдохнуть, покормить детей, чтобы с маленькими ты тихо сидел на руках. Поэтому функциональное зонирование предусматривает зоны для беременных мам с маленькими детьми. Отдельно есть зона для игр детей, которые уже немножко подросли. Желательно, чтобы они не очень пересекались, потому что активные дети, конечно, могут сбить тех, кому этого совсем не надо. Вот организованы такие двухэтажные домики. Предполагается зона мастер-классов для того, чтобы могли приходить заниматься с детьми. Не только покупать, но и место, точка притяжения и рекламное раскручивание самого военторга. Она предлагала здесь мастер-классы для маленьких детей по изготовлению блинов или пирожки лепить. То, что доступно младшим детям. Вот это как раз зона мастер-классов. Игровая зона. Игрова общий зал. Значит, поскольку все-таки это архитектурный институт, здесь, конечно, без какого-то такого широкого взгляда на город, проблемы города, что есть не только интерьеры, но есть еще и территории для отдыха горожан, которые также надо решать с использованием павильонов, открытых, навесов и зеленых насаждений. Поэтому, конечно, тема парков и благоустройства заброшенных пустырей, которых очень много даже в Москве, как оказывается, конечно, для нас тоже актуальна. Также, если есть такие проекты, то мы рекомендуем их отнести в московское правительство, для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки решения вот таких задач насущных для жителей каких-то конкретных спальных районов, потому что пустыри – это, в общем, проблема. Проблема заключается в том, что если у территории нет какого-то хозяина, то она, соответственно, превращается в какую-то полукриминальную тему. Если появляется какой-то хозяин, а хозяином могут быть сами жители, то есть устраиваются дороги, настилы, дорожки, по которым они будут беспрепятственно передвигаться вместе с колясками, собаками, детьми и вообще просто пенсионеры. устраиваются какие-то освещенные места для выставок, какого-то инфраструктуры, общения, то, соответственно, всякие там бомжеобразные непонятные персонажи из этой территории тем самым автоматически выдавливаются. Но это как бы тема известна, о ней много говорит Дмитрий Ликин, один из основателей КБ «Стрелка», поэтому вот у нас тоже решаются такие территории в комплексе, соответственно, это привлекаются не только местные жители, но и предполагается организация павильонов для проведения городских, всероссийских и даже международных мероприятий, потому что чем, конечно, раскрученнее территория, тем больше вероятность, что там все будет ухожено, о чем желают жители спальных районов, что все-таки у них была какая-то жизнь и движуха, нежели непонятные гаражи, где они боятся проходить вечером. Значит, в данном случае это парк «Вяча», «Москва», 2017 год, Мария Лисогорова, руководитель Скворцова, Юлия Всеволодна. То есть вот такой проект решения территории. Здесь мы видим навесы для летнего времени и решение как раз тех самых настилов, которые связывают территории, которые находятся по разную сторону от парковой зоны. Это парк, то есть у нас не только визуализации, у нас и макеты делают, и в общем планировки, все просто визуализации самые наглядные. Это парк, решение парка «Косино», тоже 2017 года, дипломный проект Лариса Ермоленко, руководитель также Скворцова. Значит, на седьмом уровне мы проходим объемное решение для структуры города, такое как павильон, то есть как его вписать в существующую застройку, какие есть варианты решения, это может быть или контрастные решения, или наоборот, естественное вписывание, это все зависит от фирменного стиля или тех целей и задач, которые стоят перед той организацией, которая заказывает проект, будет там размещаться, что ей надо, естественно, вписаться или наоборот кричать «Мы здесь, здесь, вот смотрите, мы здесь стоим», поэтому, соответственно, и экстерьерное решение меняется в зависимости от задач. Значит, это курсовой проект 2018 года Юлия Долгалеева и руководитель Анастасии Ермакова павильона. Функцию точно не могу сказать. А, сейчас вспомнила, вспомнила, они мне рассказывали. Это тоже, вот вы видите, там посередине, вот внизу черная такая лестница идет, то есть это для мероприятий, для форумов, каких-то встреч, но только таких не очень больших, а достаточно локальных, соответственно, это вот лестница и конференц-зал, напротив нее выставлен, ну, экран, то есть могут быть какие-то представления, культурные, научные. Это тоже, тоже павильон, курсовой проект, значит, руководитель Ермакова и Елизавета Романенко его выполнил в 2018 году. То есть все как бы уже проектируется с учетом городостроительного местоположения и ориентации по улицам. Это 2018 года, тоже курсовой проект Юлии Селезневой, павильона, который стоит на берегу водоема, сейчас точно не помню, в каком-то парке предполагалось, и основная его идея это также место возможного проведения каких-либо мероприятий и прием, который здесь используется. Это такой деконструктивизм с различными световыми эффектами ломаных поверхностей, которые добавляют какой-то жизни игры и таких бликов с одной стороны водяных, а с другой стороны солнечных для того, чтобы оживить существующую окружающую застройку. Руководитель Ермакова Анастасия и я, Марина Венгерова. Вот он находится на воде. Соответственно, предполагается, что точки его восприятия могут быть как суши, так и с воды. И вот туда можно заносить мебель и что-нибудь рассказывать. Еще раз повторю для тех, кто подошел чуть позже, что Высшая школа средового дизайна Мархи это структурное подразделение, которое дает в кратчайшие сроки профессиональное образование в зависимости от ваших потребностей. То есть это могут быть и двухмесячные курсы повышения квалификации, или же под руководством архитекторов сделать свою квартиру, например, или загородный дом за два месяца, ну или квартиру, или загородный дом, или получить второе высшее образование, если у Вас уже есть, неважно какое первое, у нас бывают люди после экономических институтов, туристический бизнес, педагоги и даже балерины, говорят, у нас была, я не застала, но было и такое. Соответственно, вы можете прийти, у нас набор идет четыре раза в год, то есть не как обычно стандартно в сентябре и вот все пошли, нет, четыре раза в год, это значит, поскольку весь учебный год разделен по двухмесячным модулям, это сентябрь, октябрь, потом ноябрь, декабрь, соответственно, прием в ноябре, январь мы отдыхаем, как все люди любят, куда-нибудь уехать или с детьми проводить каникулы, никто никого не напрягает, февраль, март, значит, в феврале опять идет набор, и следующий это уже апрель, май, летом мы отдыхаем, поэтому если вы вдруг пришли в ноябре, потом отучились до декабря, потом весной какие-то у вас свои планы, то вы можете прийти в следующем сентябре и продолжать обучение, или вот кто-то на лето хочет или весной уехать, разные бывают ситуации, поэтому все время можно опять подключиться к нашему образованию каждые два месяца, то есть в любое время пропустили два месяца и опять продолжили без каких-либо потерь. У нас дается диплом по возможности ведения профессиональной деятельности в области дизайна архитектурной среды. Либо сертификат о повышении квалификации. Это в зависимости от того, сколько времени вы хотите потратить на свое обучение. Это вот можно погрузиться в творческую атмосферу нашего пространства, в котором мы в основном проводим обучение, также в аудиториях мархии. Приходите к нам на дни открытых дверей, которые, еще раз повторю, бывают в самом начале сентября, в начале ноября, в начале февраля и в начале апреля. И у нас бывают экскурсии обзорные по Московскому архитектурному институту, поднимаются на самый чердак с необыкновенными видами Москвы вместе с Москва-сити. Можно узнать всю историю, потому что она такая глубокая, институт уже много лет, он правоприемник многих учебных заведений. Вот, это наши контакты. Мы находимся в шаговой доскупности от Кремля, что называется, что очень удобно, потому что из любой точки города можно достаточно быстро добраться. вот я вообще за 45 минут в своей деревне, так как я свою область называю, Москвы, добираюсь. То есть даже меньше часа. Поэтому это метро Кузнецкий мост, улица Рождественка, дом 11. Мы находимся в старинном особняке, построенном архитектором Казаковым. Телефоны тут представлены. И можно в Яндексе набрать высшая школа средового дизайна мархи. Сразу вся информация высвечивается. Хэштег ВШСД мархи. И у нас есть сайт дизайн мархи.ру. Так что если у вас есть какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу. По стоимости значит у нас оплата происходит сразу за два месяца. Это 36 тысяч за два месяца, то есть 18 тысяч в месяц. по часам обучение предполагает хождение два раза в неделю по три часа. И есть утренние группы, есть вечерние, а также у нас иногда набирается, если набирается группа, то есть субботние. Соответственно, они занимаются раз в неделю, но уже шесть часов. То есть в нашей системе образования она так построена, чтобы не давать ничего лишнего, а только направлена на, но предполагается, что люди уже приходят с образованием, поэтому никакой там физкультуры, марксистско-ленинской философии или какой-нибудь другой философии, в общем, ничего такого лишнего, только кратко, сжато в том необходимом формате, который нужен дизайнеру. То есть если это светотехника, то ее рассказывают за три занятия, чтобы вы могли сами освещенность помещения посчитать. Если там визуальные коммуникации, это одно занятие у нас, и скульптурная пластика есть. То есть все достаточное для того, чтобы дать представление об этом направлении. И, в общем, каждый человек, если хочет, дальше он может углубляться в ту или иную область, и расширять свои возможности. А лишнее? Да, у нас, поскольку мы учим дизайну, а не средством как бы вот этого высказывания компьютерным, то у нас даже была защита дипломов тоже ручной графикой, потому что наше структурное подразделение высшей школы средового дизайна Мархи, она занимается только дизайном. У нас в Мархи есть несколько структурных подразделений, осуществляющих дополнительное образование. Это компьютерные курсы, Мархи, куда можно как раз пойти и освоить программы. У них есть разные системы, когда погружение в одну программу в течение учебного курса. Или поверхностно дают три программы для того, чтобы вы получили какое-то представление, а дальше могли сами уже углубляться. У нас слушатели туда, как правило, ходят, но не все люди любят компьютер, поэтому у нас есть такие любители ручного скетча и даже бывают защиты дипломов, которые даются в ручной графике представления. Но это я, потому что понимаю, что современность все равно за компьютером. Вручную можно, конечно, но это очень долго, поскольку все мое обучение в Московском архитектурном институте было вручную. И когда у тебя такой метровый подрамник с проектом, где вычерчены все проекции, план, боковые фасады, генплан, и перед там, я не знаю, два дня до сдачи подходит твой руководитель и говорит, ну вот все хорошо, Улс Николай Николаевич у тебя преподавал, это крылатая фраза была, все хорошо, только надо все сдвинуть так вот по диагонали на сантиметрик. Значит, что это значило? Это значило на бумаге и тушью, что ты должен так вот все срезать и вычертить заново с выпученными глазенками. Ну то есть я с ужасом вспоминаю всю эту ручную графику и понимаю, что компьютер настолько ускорил всю нашу жизнь необыкновенно просто, что теперь ты делаешь копипейст и у тебя все есть уже и второй этаж почти весь готов, чуть-чуть только надо что-то подвинуть, и презентации делаются совершенно с другими скоростями, потому что те отмывки, которые мы делали на первом-втором курсе, потом тебе говорят, нет, ты знаешь, что-то у тебя не то, и ты грустный такой с этим подрамником, 50 на 70, идешь к сантехническому помещению с такой губкой, говорили лучше греческую, и начинаешь все это смывать, то, что ты там отмывал, ну я сейчас точно не помню учебный план, затрудняюсь, но в общем неделю-две точно ты это отмывал, ты, значит, грустно это все губкой смываешь и опять начинаешь заново, то есть теперь, когда есть возможность сделать анду, я так счастлива, вы не представляете, я прям так благодарна всем, кто придумывает компьютерный программ, вообще, кто компьютер придумал, потому что сделать анду, то, что раньше нельзя было никак сделать, тебе пришлось бы там, анду, это вернуть шаг назад, то есть ты вот что-то делаешь, тебе не понравилось, и ты можешь на несколько шагов вернуться к предыдущему, при ручной графике это вообще невозможно вернуться к предыдущему, потому что если ты уже линию сделал, то ты ее сделал, если что-то покрасил, ляпнул, все, а здесь вот это такое счастье, вот сколько лет я работаю, как бы всю сознательную жизнь, которую я провела в творческих, ну уже как бы в работе, это появились как раз компьютеры, 286, я составил 386, то есть это в основном была компьютерная работа, хотя вначале, конечно, мы еще все красили, такие подачи, делали наград, совет огромный, много подрамников, специально вызывался художник, я работала в группе арк, художник у нас был, который темперой рисовал, у нас был детский парк Нижних Мневников, конкурсный проект, и он рисовал какие-то дирижабли, какие-то необыкновенные, и реку такую, знаете, всю золотую, золотую выкладывали, тиснением, такая была золотая фольга, и мы сидели, эту золотую фольгу тиснили на подрамнике, но дальше это, мне кажется, в музей надо отправлять, вот я не знаю, куда этот проект делся, но я бы в музей архитектуры точно отправила, потому что такое произведение как бы индивидуальное, но это все в общем осталось в прошлом, и теперь, конечно, все будущее это компьютеры, хоть многие ностальгируют по ручной графике, она даже сейчас модна, но если ты ошибся, где-то у тебя там получилась какая-нибудь ляпка, то что тебе делать, если у тебя все вручную, то сейчас способ очень простой, ты сканируешь свою картинку, которую ты сделал в ручной графике, вводишь в фотошоп, подтираешь то, что у тебя там не очень, распечатываешь на хорошем принтере, можно на фотобумаге, и ты так, ну я оригинал все оставил, а вам вот копию распечатал, понимаете, с одной стороны ты убираешь все огрехи, вроде как остается ручная графика, ты что-то можешь, но с другой стороны у тебя есть замечательная возможность по исправлению ошибок, какого-то дорисовки, и это, конечно, большое счастье, я вот прям очень им всем благодарна, спасибо большое, пусть дальше раздвигают, говорят, теперь такие программы есть, прямо на помещение наводишь, и уже у тебя прям тут проект, или чуть не очки какие-то одеваешь, и прям можешь ходить по пространству, и прям видишь, как здесь все будет, но это у меня пока еще, я только так видела, реклама, но это я, у меня пока мозг просчитать, мой компьютер просчитать не может, наверное, дело за младыми в будущем, спасибо вам за вопрос, еще, вы знаете, это надо, у нас есть структурное подразделение, как раз ландшафтного дизайна, у них тоже есть такие же двугодичные курсы переквалификации, это надо у них поточнее узнать, что можно по ландшафтному дизайну за два месяца, я, к сожалению, просто не владею информацией, поэтому это будет некорректно по отношению к коллегам, как бы вот то, что касается нашего структурного подразделения, то, конечно, еще у нас есть факультет повышения квалификации в мархи, тоже структурное подразделение, куда приглашают не только архитекторов повышать квалификацию, но и всех желающих, потому что глубина изучения может варьироваться от ваших возможностей, то есть вы можете и проект полностью сделать, а можете просто понять эту кухню, и даже если вы менеджер, то вы уже будете дальше более профессионально работать в каких-то вот сферах, у нас на сайте мархи можно зайти, и там есть, в общем, информация о всех структурных подразделениях, также подготовка, подготовка, забыл, подготовительные курсы, поэтому если вот у кого есть молодежь на примете, то есть подготовительные курсы, тоже такое же структурное подразделение. Да, да. Ну, всегда дает, потому что, значит, я озвучу ваш вопрос погромче, стоит ли посещать архитекторам курсы повышения квалификации мархи, но опять я могу сказать только свое собственное мнение, найдется куча людей, которые будут говорить и да, и нет, и вообще устраивать дебаты, у нас есть конференция, которая проходит в доме архитекторов, посвященная образованию архитектурному в нашей стране, ну, и вообще образованию архитектурному, и там есть много спикеров, которые выступают на разные темы, поэтому я уверена, что там есть и критики этого всего, есть и сторонники, поэтому в данном случае я могу сказать, что архитектурный институт, он осуществляет базовую какую-то, ну, подготовку, и если хотите, хотелось сказать, у нас просто интересные вещи происходят, что студенты мархи, которые закончили бакалавриат, они архитекторы, проектировщики, они приходят в школу дизайна повысить свою квалификацию у нас, потому что им хочется заниматься красивыми интерьерами и так далее, и вот в мархи они этого, например, не имеют, то есть ситуации бывают даже такие, поэтому кто что хочет, у нас приходит очень много строителей, которые повышают, опять же, свою квалификацию в смысле эстетического и художественного состояния, вот того, с чем они работают, чтобы, наверное, учиться с дизайнерами разговаривать на одном и том же языке, чтобы начать понимать друг друга и, соответственно, иметь более широкие возможности уже в достижении каких-то поставленных целей, создавать вокруг себя гармонию и красоту. Да, да, поэтому вот то, что факультет повышения квалификации, то жизнь не стоит на месте, появляются новые и требования, или, например, архитектор у нас туда часто приходит, допустим, из других городов, кто архитектурные вузы заканчивал, и хотят углубиться в какую-то сферу, просто понять, как именно вот какая-то специфика, там есть преставрация, урбанистики, фирменный стиль, новые курсы создаются. Вот я там как раз фирменный стиль программу подготовила, потому что это достаточно актуальная тема. Нас учили, что у нас целевая аудитория, ну, в Советском Союзе, это только такой народ, который требует. И вдруг, когда пришел капитализм, оказалось, что у каждой фирмы свои цели и задачи по продвижению продукта. И вот все там 25 лет после института я долго мучилась и вообще методом проб и ошибок понимала, как же работать с конкретными фирмами. То есть то самое понятие брендинга, как вот некоторые говорят, что бывает много художников, которые делают красивые вещи, но совершенно не понимают, для чего. И вот для того, чтобы понимать, для чего, что продвигать, какие колористические решения использовать, какие пластические решения использовать под те или иные задачи конкретных фирм, потому что у каждого производителя, продавца есть своя философия, но это отдельная тема лекции. Вот для этого, чтобы людям было дальше уже намного проще, потому что я сталкиваюсь с теми даже практиками, которые так что-то чувствуют, вроде что-то есть, там какое-то понятие бизнес-модели, но до конца все равно не понимают в ее комплексе, как бы вот в целостности, как это происходит. Поскольку у меня был опыт достаточно большой работы в рекламных агентствах, и вот как перед глазами ты делаешь там кучу каких-то там плакатов, направленных на совершенно различные целевые аудитории, ты понимаешь, что, в общем, ты такой некий исполнитель, который должен работать в любых техниках. Я такой любимый, красивый, в Третьяковской галереи обязательно мою работу повесит. А что вот различные есть задачи, и также они касаются и архитектуры, и вот чтобы упростить людям вот это понимание, создано из восьми лекционных занятий, вот это вот по три часа, курс, который называется «Фирменный стиль». Так что, если что, то тоже приходите. Мы вас и там, и сям, везде научим. Главное – это мархи, улица Рождественка, дом 11, метро Кузнецкий мост и различные. Вы все сможете найти для себя интересные какие-то темы. К нам можно также, если кто-то, вот архитекторы уже знают и готовы чем-то поделиться, то у нас есть открытые лекции. Мы приглашаем спикеров на свою площадку. Также, если у вас есть какие-то идеи по созданию образовательных модулей, то, что называется, приходите, можно написать свою программу и внедрять, потому что, в общем, каждый человек, он так или иначе проекционно действует в этой жизни и, в общем, может рассказать ровно столько, сколько он может рассказать. Поэтому, чем нас больше будет, тем будет интереснее образование, многостороннее и под большие задачи как бы будет реализация. Поэтому больше людей смогут получить какой-то отзыв и отклик. Так что, приходите к нам в гости. Мы рады знакомству с профессионалами, не только с теми, кто хочет обучаться. Так что, мы открыты на любые целевые аудитории. Если еще какие-то вопросы, я с удовольствием, конечно же, отвечу. Большое спасибо коллеге. Я думаю, что мы не будем больше мучить представителей школы мархи вопросами. Если у кого-то они есть, можно подходить, задавать их очно и непосредственно получить ответы впрямую. Давайте поблагодарим представителей школы и проводим их отдыхать. Спасибо большое всем, кто нас слушал. До следующего спикера у нас остается буквально 10-15 минут максимум. Дальше у нас будут представители другой архитектурной школы. И мы снова будем говорить про архитектурное образование. Приходите к нам чуть попозже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...